Здравствуйте! Добро пожаловать на вебинар новой версии Кло 7.0. Начнем с основных обновлений. Поддержка Apple Silicon. Одно из основных обновлений новой версии – это улучшение функционирования Кло на устройствах Mac. Пользователи, которые работают на компьютерах с M1 Apple Silicon, почувствуют значительное улучшение функционирования Кло. Мы усердно работали, чтобы работа на Маке была более быстрой и легкой. И мы продолжим и дальше повышать эффективность Кло на этих устройствах. Надеемся, что это обновление сделает работу в Кло еще более приятной. Pantone API. Pantone – это система стандартизации нескольких тысяч существующих цветов и их оттенков. Она используется для упрощения принятия решений, связанных с цветом, для брендов и производителей на всех этапах работы. Вполне возможно, что вы и ваша фирма пользуются этой системой стандартизации цветов. В Кло 7.0 мы по-новому связали Pantone с Кло, чтобы убедиться, что вы можете найти самые актуальные цвета Pantone. Чтобы получить доступ к библиотеке Pantone, нужно выбрать какую-либо ткань, фурнитуру, графику или аватар, а затем, перейдя в редактор свойств, кликнуть на квадрат цвета, после чего появляется всплывающее окно цвета. Здесь вы увидите, что теперь у вас есть новая вкладка с надписью Pantone Colors. Обратите внимание на значок I – информация. Здесь объясняется, что эти цвета могут не соответствовать стандартам определенным Pantone. Здесь вы найдете раскрывающийся список, в котором представлены три варианта цветовых наборов – FHI Pleiesta TSX, FHI Cotton TCX и FHI Nylon Brights TN – Pleiester, хлопок, нейлон. В предыдущих версиях Кло они были вкладками. Сохранились различные варианты отображения этих цветов. Этот вариант просмотра – чипами, а здесь справа внизу можно изменить это на просмотр списка. Еще один клик покажет название цветов. А здесь вы можете увеличить или уменьшить размер чипов цвета. И, как и ранее, можно воспользоваться поиском. Искать можно и по названию, или номеру, или по схожести оттенка. Когда вы ищете по названию и номеру, здесь просто нужно его ввести. Чтобы искать по схожести оттенка, нужно выбрать какой-либо цвет, а затем нажать на иконку с лупой. Кло покажет все похожие оттенки понтон. И теперь мы можем выбрать один из них. Итак, теперь просто нужно найти тот оттенок, который вам больше всего нравится. И соответствующий элемент дизайна изменит свой цвет в вашем проекте в реальном времени в 3D-окне. Параметрическое создание лекала В Кло 7.0 появилась функция параметрического создания лекала. Теперь у пользователя есть возможность создать первый набросок без каких-либо знаний о конструировании выкроек. Эта функция находится на вкладке «Эдита» на верхней панели инструментов. Нажмем здесь. И теперь мы можем выбрать «Параметрик паттерн». Здесь вы можете легко ввести свои измерения для создания выкрыки. У вас будет несколько различных вариантов для создания переда и спинки. Симметрия, полусимметрия или отсутствие симметрии. Если вы отметите опцию симметрии «Симметрия», обе стороны шаблона будут сгенерированы и будут симметрично связаны. То есть две детали лекала для переда и две для спинки. Если вы отметите опцию половинной симметрии «Хав симметрия», Кло создаст детали лекала зеркальной симметрии по центральной линии. То есть по одной детали на перед и на спинку. Если вы не отметите ни одну из этих опций, будут созданы только половинка переда и половинка спинки. Если вы хотите также добавить рукава к этому топу, поставьте галочку рядом с «Body sleeves». У вас также есть возможность создать симметричную копию рукава, галочка, если вы хотите. Здесь все просто. Вы могли уже заметить, что при первом открытии окна «Параметрик паттерн» измерения будут уже введены. Если вы когда-нибудь захотите сбросить эти параметры, внизу слева есть кнопка сброса «Ресет». Вы можете ориентироваться по множеству параметров, чтобы создать свой первый шаблон лекала. Прежде чем я начну вводить параметры, давайте посмотрим на изображение, на котором видно, какие параметры соответствуют каким длинам на лекале переда. Front Length – длина переда. Neck Opening – ширина горловины. Neck Drop – глубина горловины. Акросш шалда. Ширина плеч. Шалда Slope Drop – линия плеча. Across Front – ширина переда. Across Chest – ширина груди. Важно отметить, что рядом с некоторыми измерениями есть опция Total. Ее следует активировать, если вы решите ввести общую окружность выкройки, что будет включать измерения как передней, так и задней части выкройки. При этом соответствующее измерение для спинки будет больше недоступно для ввода. X – пройма по прямой. Hem Sweep – ширина поддола. Теперь, когда моя передняя часть готова, я перехожу к задней части. Здесь вы видите, где найти эти измерения на спинке. Вводим параметры. Back Length – длина спинки. Neck Opening – ширина выреза. Neck Drop – глубина выреза. Across Shoulder – ширина между плечами. Shoulder Slope Drop – линия плеча. Across Back – ширина спинки. Так как мы активировали функцию Total для Across Bust – chest – ширины груди, то этот параметр для спинки недоступен. Arm Hole Straight – пройма по прямой. Hem Sweep – ширина поддола недоступен. Теперь, когда спинка готова, можно перейти к рукавам. Посмотрите на параметры рукава на лекале. Начнем вводить параметры. Length Cup to Opening – длина рукава. Cup Height – высота оката рукава. Cup Width – ширина оката рукава. Bicep Width – ширина рукава вверху. и Sleeve Opening – линия низа. Когда вы ввели все измерения и активировали все опции для вашего дизайна, можно нажать на Create. Внизу этого окна. И клик по 2D окну. Мы будем продолжать улучшать этот инструмент параметрическое создание лекала. Обновление долевой нити. В новой версии Claw 7.0 появилась возможность сброса угла долевой нити обратно к нулю при импорте файла DXF. Когда вы импортируете DXF, вы увидите новый параметр Reset Grain Angle – сброс угла долевой нити. И там есть три варианта – сохранить исходный 270 на 0 и 90 на 0. Сохранить исходный означает, что исходное направление долевой нити останется таким же, как вы можете его здесь увидеть. Но в некоторых программах конструирования 2D размещение деталей лекал горизонтальное. В этом случае при импорте DXF угол долевой нити будет соответствовать лекалу. Это видно по стрелкам на них. Но иметь параметры 270 или 90 градусов property editor. Однако, если я снова импортирую этот DXF и выберу сброс 270 до 0, угол направления долевой нити будет равен 0 после импорта. Здесь важно отметить, что направление долевой нити на лекалах не изменилось, но изменилось значением в редакторе свойств. Обновления коснулись и 3D. Мы улучшили то, как отображаются пуговицы в режиме схематического рендера. Теперь вы можете увидеть их контуры. Нажмите на Schematic Render в 3D окне. Этот режим позволяет создавать 2D технические рисунки на основе 3D моделей. Вы можете изменить параметры в этом окне. Контуры пуговиц меняются вместе с толщиной линии швов SimLineSickness. И также есть возможность изменить их цвет. Иногда важно изменить и цвет нити пуговиц. Для этого перейдем в Object Browser, вкладка с пуговицами. Выбираем стиль, здесь ButtonFotin. Переходим в Property Editor, Thread, Нить. Деактивируем Use Same Material as Button. И, наконец, выбираем цвет, здесь черный. И таким образом нити лучше видны. Обновление замка молнии. Мы рады сообщить, что в версии 7.0 появилась возможность настраивать звенья и ленту молнии отдельно друг от друга. Это долгожданное обновление. Во-первых, вы можете изменить их размер независимо друг от друга. Вы можете выбрать один из стандартных или же ввести ширину в миллиметрах или сантиметрах. Здесь важно ненадолго включить симуляцию, чтобы изделие передрапировалось в соответствии с новой шириной молнии. Во-вторых, в редакторе свойств теперь есть отдельные вкладки для звеньев Tease и ленты Tape. Это означает, что их можно редактировать независимо друг от друга. Например, для звеньев можно сменить текстуру. Кликая на иконку с папками, вы можете выбрать между нейлоновыми, пластиковыми и металлическими. При этом важно загрузить соответствующую Normal Map. И, кстати, все эти текстуры Normal Maps находятся в стандарте библиотеки Claw в папке Hardware and Trims в разделе Zipa, если вы предпочитаете перетаскивать их из библиотеки в браузер объектов. Также мы добавили различные пресеты к молниям. Например, пресеты комбинации текстур для звеньев и молнии. Для этого нужно выбрать одну молнию или несколько, и здесь вы найдете различные пресеты. Два пластика, метал и нейлон. По сути, это комбинации тех же текстур, которые мы рассмотрели ранее. Но благодаря этим пресетам работать с замками-молниями можно гораздо быстрее. Кроме того, давайте изменим цвет звеньев молнии. Кликаем здесь. А также их тип на металлический. При этом сама лента остается матовой или такой, какой вы ее настроили. И последнее обновление. Мы добавили больше пресетов металла для фурнитуры молнии. Идеально. Обновление бейки. Мы внесли несколько изменений в инструмент бейки байдинг. Во-первых, теперь можно добавлять бейку на обе стороны ткани, то есть двухстороннюю бейку. Добавляем бандинг, как обычно. Возможно, вы уже заметили, что теперь это идет более гладко. Обязательно ненадолго включите симуляцию, чтобы позволить одежде стабилизироваться. и давайте посмотрим возможности бейки. В редакторе свойств Property Editor в Type появилась новая опция Both обе стороны. Это обновление позволит вам создавать окантовку бейкой с обеих сторон изделия внутри и снаружи. И сейчас нужно снова просимулировать эти изменения для стабильности. Как и ранее, мы можем изменить то, из какой ткани сделана эта бейка. И другое обновление добавление бейки на линию шва. Теперь в Claw вы сможете применить бандинг к краям лекал, даже если они сшиты. Ранее это было невозможно. Продемонстрируем это на плечевом шве. Выбираем инструмент Binding. теперь нужно выбрать с какой стороны мы бы хотели добавить бейку. Щелчок здесь. И далее мы можем работать с этой бейкой, как обычно. Сейчас она находится на изнаночной стороне ткани. Нужно вновь просимулировать. И далее мы можем изменить параметры в редакторе свойств. Например, изменить ткань. Не забывайте активировать симуляцию, чтобы изделие передрапировалось. обновление отстрочки. Краю изделия или внутренней линии можно применить один или несколько типов отстрочек, как, например, здесь. Если вы хотите изменить их порядок в 3D или в рендере, то нужно использовать опцию Offset в Property Editor, как и ранее. Но это не меняет их порядок в 2D. И ранее это было невозможно изменить. Но мы внесли небольшое обновление в отстрочку в Claw 7.0 и теперь вы можете изменить порядок отстрочек в 2D окне. На этом изделии у нас есть три отстрочки и белый зигзаг находится сверху и желто-розовая отстрочка находится под ним. Мы бы хотели это изменить, мы бы хотели, чтобы желто-розовая отстрочка находилась сверху. Как же это сделать? Для этого мы сначала должны выбрать инструмент Edit Top Stitch, правый клик по области с отстрочками и выбираем нужную нам отстрочку. Далее еще раз правый клик по этой отстрочке. В этом меню появилась новая опция Order Порядок. И здесь мы можем выбрать, что мы хотим сделать с этой отстрочкой. Bring Forward – переместить вперед. В этом случае она перемещается на одну ступень вперед. Bring to Front – переместить на передний план. Она перемещается наверх всех других отстрочек, если их несколько. И в обратную сторону Send Backward – отправить назад. то есть одна ступень вниз и Send to Back – переместить на задний план. Эта отстрочка переместится под все другие отстрочки. В этом случае это как раз и то, что нам нужно. клик по Send to Back. Как вы видите, зигзаг переместился назад. Это важно, например, если вы хотите сделать снапшот 2D-окна. И при этом вам нужен определенный порядок отстрочек. В этом случае обновление отделки Trims. Появилась возможность гарантирует лекала в Trims. Это будет очень полезно для декоративной отделки, а также для всех видов фурнитуры. Здесь мы создали металлическую фурнитуру для лямки и давайте преобразуем ее в Trim. Правый клик Convert to Trim. Лекала будет преобразована в Trim и исчезнет из 2D-окна. Теперь можно расположить эту отделку на изделии пользуясь возможностями Trim, например, клеем. Если вы используете лекала с текстурой, то наложение текстур должно быть Unified, а не Repeat, чтобы позже на Trim текстуре были на тех же местах, что и сейчас. В случае этой бабочки выбираем ее ткань Texture Mapping Unified. правый клик в 3D-окне Convert to Trim. И теперь мы можем воспользоваться клеем. Не забудьте, что Trim соблодают весом, который рассчитывается автоматически, поэтому следует его проверить в Property Editor и, возможно, отредактировать. Также появилась возможность скопировать Trim на симметричную сторону изделия Duplicate to Symmetric Pattern. В этом случае это очень полезно. Также можно просто скопировать Trim. Правый клик Copy, правый клик Mirror Paste. Эти обновления позволяют сэкономить время при работе Streams. Текст Эдита Color Switch Редактор текстур Переключатель цвета Очень интересным улучшением CLO 7.0 является переключатель цвета в редакторе текстур. Это позволит вам редактировать отдельные цвета на текстурах ткани и графики. Посмотрим на примере этого принта Object Browser Вкладка графики Текст Эдита Выбираем слой и здесь появилась опция Color Switch Переключатель цвета Активируем и вводим количество цветов которое должно быть распознано Здесь три При наведении курсора на Color Chip соответствующая область будет выделена желтым Если нажать на чип цвета то можно изменить его в редакторе цвета Applying Close чтобы внести изменения и закрыть редактор текстур Если вы хотите сделать это же для других цвета моделей то нужно выбрать желаемую цвета модель а потом открыть редактор текстур для этой графики Apply Apply and Close Продолжим работать над цветом моделями То же самое можно сделать с текстурой ткани Открываем редактор текстур Активируем Color Switch Вводим число которое подходит этому принту И теперь поэкспериментируем Для более гладкого перехода можно увеличить радиус сделать края немного размытыми Blur Edge При наведении курсора на чип цвета желтый цвет покажет эту область на текстуре Apply and Close Таким образом изменения отображены в редакторе цвета моделей Это позволяет более свободно работать с различными видами принтов Улучшение интерфейса Мы внедрили структуру во вкладку Сцены Сцен Браузера объектов С этим обновлением вы сможете легко идентифицировать и изменять различные элементы 2D швы 3D материалы среда Вы также увидите, что у различных разделов теперь есть значки, которые помогут вам визуально понять, что есть в этом разделе Давайте откроем 2D Здесь находятся все лекала проекта Если вы выбираете одно из лекал оно выделяется в 2D и 3D окне Кроме того, его свойства доступны в Property Editor и их можно быстро изменить отсюда Если лекала содержат внутренние линии, то их тоже можно найти в этом списке Например, вот здесь В Material можно быстро найти молнии, пуговицы, отверстия для пуговиц, графику, отстрочку и складки В некоторых случаях, например, для отстрочки необходимо выбрать соответствующий инструмент выделения здесь Edit Top Stitch и только после этого можно выбрать одну из строчек из списка сцены Environment Sreda Здесь можно быстро изменить свойства симуляции, а также изменить свет в 3D Кроме того можно изменить настройки камеры а также другие настройки рендера не открывая само окно рендера настройки изображения видео настройки света и настройки рендера Таким образом это обновление более удобно для пользователя и обеспечивает доступ к нескольким функциям сосредоточенным в одном месте Сообщество Кло в Дискорд Наконец, мы рады сообщить, что мы открыли официальный сервер Кло на платформе Дискорд На официальном сервере Дискорд Кло вы можете получить новости и полезную информацию по Кло Что еще более важно вы можете свободно общаться с другими пользователями Кло чтобы делиться советами и отраслевыми новостями Доступ к Дискорд можно получить через веб-браузер ПК мобильного приложения и ссылку приглашения Вы можете воспользоваться этим QR-кодом который позволит получить доступ к официальному серверу Кло на Дискорд Если вы хотите присоединиться просто отсканируйте его Также ссылка будет доступна в описании этого видео Так выглядит Дискорд Слева вы видите разные каналы Чтобы увидеть полный список каналов сообщества Кло нажмите на этот голубой кружок Здесь вы также найдете другую полезную информацию На этом заканчивается вебинар новой версии Кло 7.0 Всем спасибо за внимание Продолжение следует...